Чем я занимаюсь в 21 год? У тебя такая длинная одежда, как платье или ряса, что-то такое. С чем она связана эта информация, ряса? Ты слушаешь, дальше идет информация, то есть тебя показывает. То есть ты, видимо, продолжаешь учиться где-то, ты слушаешь какие-то лекции, что ли? Какая наука? То есть это не определенное какое-то здание, где преподают учителя, это какая-то людьми, там есть другие люди, мальчики. Они все в таких одеяниях, они слушают учителя. Это школа или университет? Нет, это под открытым небом. Хорошо, какой предмет мы изучаем? Теософия, филология и теософия. Отлично. В принципе, то, что я люблю и в этой жизни. Хорошо, переносимся на следующий важный момент моей жизни, на счет 3-1-2-3. И ты в следующем важном моменте этой жизни. Опиши, что ты видишь. Сколько мне лет, где я нахожусь? Тебе 28 лет, ты не хочешь покидать этот остров, он нравится тебе именно тем, что здесь есть стихии воды, земли, солнце, это все рядом. И воздуха, конечно. Ты с женщиной, девушкой. Хорошо. Ты привел ее на это место, где ты купаешься. Показать ей, да? Да. Как ее зовут? Энджи. Энджи. Анджелина Энджи. Ты зовешь ее Энджи. Как ангел, ты говоришь. Понятно. Хорошо. Мне 28 лет. Переносимся в следующий важный момент этой жизни. И ты в следующем важном моменте этой жизни. Она получается, ты также преподаешь что-то, она под открытым воздухом детям. Твоя жена родила ребенка. Мальчик, девочка. Мальчик. Отлично. Сколько мне лет? 38. Сколько? 38. 38. Хорошо. Какие предметы я преподаю в этой школе? Те, которые я изучал. Теософию и филологию. Историю. Историю. Ну, давай перенесемся еще на 10 лет вперед. Один, два, три. Где? Чем занимаюсь? У тебя несколько детей. Дом, в котором вы живете, остался тебе от родителей. Он небольшой. У тебя пятеро детей. И ты концентрируешься на их развитии.